Слава, ты можешь по российским пройтись профессиональным лигам? Кто где когда начал, кто их ведет? Нет, ну где кто когда начал, сейчас мы в историю, наверное, лучше не вдаваться. Да нет, почему? Можно все и вспомнить, это все не так сложно, но это просто ни к чему. Было много организаций, которые ярко очень проводили свои мероприятия и их уже нет. Исчезали. Что сейчас осталось из того, что есть? Ну из тех организаций, которые на арене сейчас, но их не так уж много, поэтому это несложно их перечислить. Наверное, конечно, в первую очередь я выделю организацию ECA, потому что очень высокая конкуренция, хороший уровень бойцов. Ну про гонорары я не буду говорить, я не знаю, я контракты не читал и со мной никто не делился, кто там что там получает. Привозить бойцов из зарубежья я представлю. Все организации привозят бойцов из зарубежья. И самые частые гости сейчас в России это бойцы из Бразилии, а это не самое ближнее зарубежье, которое можно представить. Организация ECA, потому что высокая очень конкуренция, большое количество ивентов на протяжении года и это, наверное, самое важное, самое значимое для организации. Наверное, следующую организацию по, ну, хотя она достаточно молодая и развивающая, это Eagle FC. Выделил бы я ее, опять же, по серьезному уровню, потому что у них анонсировано на будущий год большое количество ивентов на каждый месяц, а то и по два в месяц. И они попытались, вот и, собственно говоря, вот у них в январе был выход за рубеж, они провели свой ивент в Соединенных Штатах. Не знаю, как это будет, успешно, неуспешно, пойдут ли они дальше, но с моей точки зрения они сделали очень серьезные заявки и дальше просто покажет их работа. Как они, до чего, ну, куда они выйдут. Следующую организацию я бы, наверное, выделил бы, ну и достаточно уже возрастная, это Fight Nights. Они очень давно уже на арене проводят бои с участием разных спортсменов. У них есть очень топовые бои, которые к экрану привлекали огромную аудиторию. К поединкам они еще, помимо всего, добавляют и шоу-индустрию, и шоу-программу. Поэтому это одна из самых крупнейших и, в принципе, на данный момент долгоживущих организаций. Дальше я бы выделил Екатеринбургскую организацию RCC. Хорошие бои, хороший медийный подход. Опять же, они анонсируют очень большое развитие. Я надеюсь, что они выйдут на серьезный уровень, на хорошую арену и, может, даже на международную арену. Также выделил бы организацию OpenFC. Это тоже одна из молодых и новых организаций. Они стараются, пробуют, совершенствуются, анонсируют хорошие бои. Поэтому пожелаем им удачи. Ну, вот это, наверное, основные, самые топовые организации. Много и других есть, но они гораздо поменьше и у них гораздо побольше проблем, чем у этих. Слава, как ты считаешь, почему 90% бойцов-профессионалов, державшихся на территории России, это выходцы с Кавказа, кавказские ребятам? Ну, во-первых, я не очень соглашусь с процентной историей. Да, конечно, их больше, чем представители других национальностей, может быть. И не хотелось бы сводиться с каким-то этническим вопросом. Но, наверное, они просто больше уделяют внимания подготовке и стремлению проявиться именно на этом поприще, чем другие ребята. Поэтому получается, что представители Кавказа... Может, у них есть живые примеры простых людей, достигших больших высот по популярности, по огромным гонорарам, как Хабиб, например. Да, что? А Федор Емельяненко? Он к Кавказу не имеет никакого отношения. И долгое время, собственно говоря, был героем и основной личностью в данном виде спорта. Не знаю, мне кажется, что здесь как раз больше зависит от какой-то определенной менталитетности. Но я опять же говорю, что процент действительно больше. Но в последнее время очень много ребят, спортсменов, абсолютно не имеющих отношения к Кавказу, стремятся, соревнуются, тренируются и пытаются достичь высот. Может, это вопрос детства? Может, просто вопрос определенного времени. Немножечко подождем, и мы увидим совершенно другую картину. А может быть и нет. Или родители, которые ведут своих детей либо на танцы художниками. Ну, может быть, конечно, здесь присутствует и момент воспитания. Конечно, родительское участие немаловажно. Очень велико в этом вопросе.